Погодите, ВЕЧС. Фитнес-тренер нашёл кассету у своих родителей. Должен, конечно же, её посмотреть. Быстрее надо посмотреть. А! Блин, я только хотел посмотреть, батя вернулся, испортил всё. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня, друзья, мы с вами снова играем в Project Zomboid. Я сегодня целый день себя чувствую максимально вялый, и поэтому я подумал, что мне нужно как-то себя взбодрить. А что в этом мире может взбодрить сильнее, чем зомби-апокалипсис, верно? Фитнес-тренер, как никто другой знает, как бодрит зомби-апокалипсис, на какие прекрасные тренировки он тебя мотивирует. И мне дико приятно, друзья, что вам зашёл этот персонаж, фитнес-тренер и его история. И поэтому поставьте лайк прямо сейчас, чтобы показать, как вы его любите и как вы желаете ему скорейшего процветания в этом суровом мире. Ему нужна ваша поддержка, как никому другому. Поскольку он уже столько раз умирал, и я не знаю, сколько ещё страданий он выдержит. Поэтому лайк прямо сейчас, а заодно и подписка его фиганите, чтобы быть со мной всегда, везде. Опа, смотрите, туман. Он уже поел, перед тренировкой нажрался, как обычно. А, это его квартира, посмотрите, в какой сраной халупе он живёт. Это только начало его пути, мы видим его прошлое, наверное. Мы уже видели его будущее в зомби-апокалипсисе, альтернативной вселенной. И теперь вот это вот, где он только собирается открыть свой фитнес-центр. Будьте уверены, он его откроет. Так же легко и ловко, как откроет это окно. Потому что завоняло здесь как-то. Что там на улице? Туман и тишина. Ну не знаю, хороший сегодня день для тренировок или нет. И голова болит сегодня ещё. И я голоден. Кстати, о голоде. Давайте забирать всё барахло, что тут есть. Скалка есть. Мы ей можем, кстати, пользоваться, чтобы бить. Забирайте чайник. Дальше у нас есть ложка. Консервный суп. О, ещё в холодильнике есть мороженое и стейк. Но мы сейчас не будем брать это всё, потому что не хочу, чтобы оно разморозилось. Ладно, давайте пройдём, посмотрим, что у нас тут вообще лежит. О, унитаз. Посмотрите, какой огромный унитаз. Кто здесь сидел? Какой-то великан. Но, как говорит фитнес-тренер, чем больше унитаз, тем больше в нём воды. Давайте наберём воду в чайник. Надо её поставить, чтобы разогреть. И, кстати говоря, где мы можем тут что-то разогревать? Тут даже нет плиты. Что это за кухня такая? Стоп, может быть, я могу чайник запиндюрить в микроволновку? Фитнес-тренер знает всё о тренировках, но он не знает ничего о бытовой жизни. Окей, давайте включим. Опа, настройки. Разморозка. Супер сильный разогрев. Окей, пусть работает. Теперь нам бы взять чайник с водой. Я взял его в основную руку, но почему-то я всё равно не вижу его в руке. Странный чайник, однако. Так, к сожалению, мы не можем его поставить внутрь микроволновки. Тогда давайте её выключим. Тихо, блин. Какая громкая микроволновка. Здесь что? О, боже мой. Как можно здесь жить? А вполне себе легко. Здесь куча банок и крышки для банки. И какие-то простыни. Это что такое? Цех по производству банок? А зачем нам простыни? Чтобы спать и укрываться? Или чтобы повесить на окно? Ух ты, интересно. О, никто не будет видеть меня здесь. Как нам теперь? Вот, смотрите. Никакой зомби нас не увидит. Слышите? Я слышал только что. Миграция зомби. Ну-ка, смотрим, здесь никого нет. Кстати, офигеть, какая пустая улица. Видно, тренер подойдёт и посмотрит со всех сторон. Вон только зомби видно. Отлично. Ну что, пойдёмте тренироваться тогда. В 100 метровочку пробежим сейчас прямо до машины. Ну как пробежим? Пройдёмся. Лёгким шагом. Чтобы никто нас не слышал. Она уже близко, она сияет. Посмотрите, какая клёвая машина. Такая вся помытая, свежая. Правда, кто-то впечатался в неё. Но это придаёт ей определённый шарм. Значит, аккуратненько давайте-ка посмотрим. Ух, твою мать. Как неожиданно и неприятно всё это произошло. Закроемся. Так, что делать? Они меня видели? Конечно же, они меня видели. О, боже мой. Беги, фитнес, твою мать, тренер. Почему ты не бежишь? А. Как они меня увидели? Каким образом? Твою мать. Всё, кажется, это всё. Хана. Нам надо сбежать из поля зрения их. Стоп. Что если я просто ему напну? Ах, их двое здесь. Ну ничего, ничего. Мы можем это сделать. А. Чёрт, мои усы испачкали кровью. Всё, нет. Пощадите меня. Чайник. Он у меня всё-таки был в руке, но я им не воспользовался. О, боже мой. Где это я оказался? Почему телек работает? Радио и телек, всё включено. Срочно выключить. Офигеть, ещё так громко. Никаких телевизоров. Мы за здоровый образ жизни и сидеть перед телеком. Это не наш образ жизни. Что в холодильнике? Лимон и соленье. О, это вкусно. Это надо забрать. Ох, как много еды здесь. Самое главное, что здесь есть предмет, который мне поможет выжить. Это кухонный нож. Написано, что он из раздела кулинарии. Но если только зомби нашинковать и приготовить их в духовке, какой необычайно скудный домик. И тем более, почему-то нету туалета. А, нет. Вот же. Нет, это спальня. Погодите, тут что-то есть. Ууу, ремень и носки. Пригодится. А также штаны и юбка. Фитнес-тренер знает, что такое практичность. Нет ничего практичнее. Юбки. Почему в этих домах такие огромные, просто аномально огромные туалеты? Нам нужно идти максимально аккуратно. Смотрите, зомби. Двое стоят, чатятся. Что сделать нам? Может быть, избавиться от этих зомби? Или не рисковать и пойти дальше? Я думаю, мы пойдём дальше. Оп, заходим. Э, чёрт, закрыто. Навилы там ножи. Там клёвая кухня. Давайте попробуем отпереть. Есть. Всё, мы внутри. И тут бейсболь набито. Из раздела спорт. Фитнес-тренер любит спорт. В особенности кровавый спорт. Главное подобраться тихо незамеченным. Нас заметили. А! Какого дьявола? Почему не попал? Я хочу научиться сражаться с ними. Есть. Ещё раз. Кто-то шёл, блин. Упал. Сказал, упал. Всё. Затоптать. Стой! Давай, фитнес-тренер. Какие живучие зомби, твою мать. Всё, они должны упасть навсегда. Есть. Это сломался. Да, стой ты. Лежу и спокойно говорю. Лежу. Он мимо напоминает. А! Укусил мой левый сосок. Мой любимый. О, боже мой. Так, что у меня там? Кровотечение, сила и скорость снижены. И я в агонии. Как нехорошо. Юбка подвела. Окей, давайте. Надо труселя переодеть, мне кажется. Это мне точно нужно. Я с дом. Я же сказал, переодеть труселя. Я чувствую, как учусь сейчас. И как фитнес-тренер прогрессирует. В этом цель сегодняшнего выпуска. Научиться чему-нибудь. Как минимум, мы уже умеем носить юбки. А значит, пол-дела уже сделано. Опять мы заспаунились в месте, где телек вовсю орет. Да какого дьявола? Погодите. ВЕЧС. Фитнес-тренер нашел кассету у своих родителей. Должен, конечно же, ее посмотреть. Быстрее надо посмотреть. С одной стороны, мы можем обучаться навыкам звероловства. Но есть другие навыки, которые я тоже хочу выучить. Как нам поставить кассету? Что это за хоум? Так, наверное, нам нужно взять это. Да, давайте возьмем. Перетащить кассету или нажмите правой кнопкой мыши, чтобы вытащить. А! Блин! Я только хотел посмотреть. Батя вернулся, испортил все. Нет! Топтать! Топчи, батю! Все. Мать пришла! Они мне накажут за кассету! Нет! Что делать? Что делать? Надо ее спрятать. Смотрите, какой мальчик в шортиках такой весь стесняется. Не знает, что ему делать. Такой растерянный весь. Ладно, давайте впустим мать. Мама, заходи. Мама! Это не я тронул папу! Это был я! Нет! Все. Теперь я могу, надеюсь, спокойно посмотреть домашнее видео. Пожалуйста. Почему я не могу проиграть? Запретное видео, что ли? Давайте включим. Погодите, отключили. Потише громкость. Теперь кассету ставь. Вот снова и снова почему-то мы можем. Давай, играть! Моя жизнь кочена. Я потерял работу, жену моего лучшего друга и все это в один день. Прощай, жестокий мир. Я не буду скучать по тебе. Что за утро? Я не хочу слышать Ларри ничего. Ты все уже сказал прошлой ночью. Прошлой ночью? Но прошлой ночью тебя уже не было, Джина. Ты бросила меня. Ошибаешься. Но я реально думаю об этом. Ты даже извиниться не можешь? Джина, ты не понимаешь. Вчера ты бросила меня. Меня уволили. И Гарольд погиб. А что ты говоришь? Я видела, как Гарольд проезжал мимо. Он в порядке. Гарольд, послушай меня. Останови машину и не едь сегодня на работу. Какая-то унылая кассета. Я не этого ожидал. Следующая кассета. Говорю, я эту хочу посмотреть. Почему нельзя посмотреть? Давайте вот это вот выкинем нафиг. Самое унылое кино в моей жизни. Но ту кассету я должен найти способ ее посмотреть. Во что бы то ни стало. Это главная цель в моей жизни. Давайте увоимся в унитазе. Лучше давайте вас посмотрим. Есть гаечный ключ. Прекрасно. Есть зеркало. Будем на себя смотреть всегда и прихорашиваться. Набор для шитья. Полотенца. Помада. И бритва. Погодите. Видно, тренер может побриться. Окей, давайте возьмем в руку. Как мне бриться? Я не знаю, как бриться. Он не бреется. Потому что эти усы, это не просто волосы. Это часть тела. Это орган. Понимаете, жизненно важный. Опа, есть нож. И есть сковородка. И есть лопатка. Все, забираем. Ой, я взял больше, чем надо. Я слабенький, к сожалению, еще. Да, думаю, нам нужно наполнить кастрюлю. Так, что у нас есть по настройкам? Мне кажется, надо поставить кастрюлю и вскипятить. О, погодите, мы можем даже суп приготовить. Конечно, из болгарского перца сейчас. Кастрюлю супа. Давайте в плиту. Окей, она готовится. Мне кажется, надо как-то посильнее. Чтоб вскипел очень быстро. О, готово. Моя первая еда. Давайте взять. О, белиссимо. Давайте попробуем пить. Давайте четверть. Ох, как вкусно. Ну, я думаю, теперь можно идти дальше. На поиски приключений. Пойдемте в соседний дом, я думаю. Только убедимся, что он безопасный. А он безопасный. Он опасный! Меня увидели. Погодите, погодите, погодите. Почему я боюсь? Когда нужно бить. Приходите на кастрюльку супа. Так, отошел. Ааа. Да что ты меня кусаешь? На тебе подзатыльник. Какие вы живучие. Или это сковородка просто плохого качества? Я не знаю. Да когда ты уже сдохнешь? Да сколько для тебя бить? Да упади. Упади. Да уйди от меня. Они бессмертные. Я устал драться. Какая потасовка в этом доме ужасная. Выползай. Есть, успел. Да ты что, урод, подкнулся? Устал. Надо как-то с этим справиться. Все, они потеряли меня, кажется. Обильное кровотечение. Смерть неизбежна? Что мне сделать? Я должен умереть красивым. Губы. Красная помада. Вот. Есть. Я успел. Каждое новое выживание все забавнее становится. Так что продолжаем. О боже мой, сколько еще сможет смертей пережить этот бедный фитнес-тренер? Сколько надо? Ему не привыкать. Он очень стойкий парень. Что за помещение? Где мы находимся? Какой-то склад. Бутылка отбеливателя. И чистящее средство. Я не знаю, для чего это нужно. Кто-то начинает ломиться. Так, я думаю, нам нужно на опережение действовать. Во-первых, подтолкнуть и напнуть. Еще один идет. Сейчас, помогу тебе. Погоди. Ты не видишь, рядом есть окно разбито уже? Нет, конечно. Ты же тупорылый зомби. Ну давай, иди сюда. Давай. Давай. Так, лежать. Давайте посмотрим, что у них есть. Джинсовая рубашка. О, давайте наденем. Красные труселя, давайте наденем. Мешковатые джинсы, давайте наденем. Теперь у нас есть отбеливатель, кстати говоря. Если что, мы даже можем его пить. Я не дам превратиться себе в зомби. Я скорее выпью отбеливателя. Ребята, мне нужно срочно помыться. И постирать всю одежду. Господи. Господи, как ты меня напугал. Что это за бабка внезапная? О, боже мой. На тебе по ноге. На тебе по голове. Боже мой. Требуется перевязка. Давай носками перевяжем. Сделать веревку. Нет, порвать штуку. Быстрее перевязать. Тряпка. Ну-ка. Есть. У меня аж усы посидели от страха. Так, что у нее есть? Я думаю, надо все порвать. Разорвем ее трусы. Что у нас здесь есть? Изолента очень важно. Коробка болтов и вантус. Скотч, детка. Есть ручка и скрепка. Не знаю, для чего это нужно. Все, давайте возьмем ручки. Потому что нам нужно будет чем-то пырять своих врагов. Еще двое идут. Да что ж вы будете делать? Скорей, пинать. Есть. Хорошо, быстренько справился с ней. На. Есть. У-ху. Давайте всю одежду порвем. Нам нужно много всяких тряпочек. Ключ от дома. Ой, посмотрите. Как интересно. А что за дом? Неизвестно пока, что за дом. Давайте наденем прозрачные колготки. Мне кажется, это как-то защитит дополнительно наши ноги. Что, еще один друг? Так как вы меня достали? Ей богу. Пожалуйста. Давайте наденем очки. Ох, какие мы классные. Крик? Вы знаете, кожаная куртка, которую надо одеть обязательно. Погодите, лифчик, который надо одеть обязательно. И больше не фитнес-тренер. Я фитнес-детектив. Я хожу по тренажерным залам и смотрю, кто неправильно выполняет упражнения. Подхожу к ним такой, и ты сядешь надолго на этот тренажер. Пока не сделаешь правильно, не уйдешь. Что-то я не понимаю. Вот у меня есть кроссовки, да? Защита от царапин 10. Но здесь есть туфли гораздо лучше. Надеть. Вот это я, детектив, еще больше. Что-то за крики такие, как будто бы кто-то в опасности. Это работа по плечу фитнес-детективу. Ой, требуется перевязка. А что это я хожу тут? Срочно, перевязка, перевязка, перевязка. Где тряпка? Тряпка где? Тряпка грязная. Нет, надо чистой тряпкой, конечно же. Наложить на левую кисть и на правую кисть. Слушай, давайте поспим чуть-чуть. А почему я не могу поспать? Потому что я испытываю сильную боль. А как мне ее убрать? Мне нужна обезболивающая, поэтому надо идти в аптеку. Здесь-то мы можем поспать? Нет, слишком больно, я не уснул. Смотрите, я вообще не похож на фитнес-тренера. Может быть и зомби такие? Это не фитнес-тренер, мы не будем его трогать. Слушайте, давайте мы будем в приседку идти лучше. Так как-то безопаснее. Смотрите, здесь походу столовая какая-то. Неприятно жарко. Ох, здесь жарко. Смотрите, автомат со жрачкой. Банка газировки и бутылка газировки. Надеюсь, это даст мне немножечко пожить еще. Смотрите, и голод ушел. Блин, я очень влажный вспотел. Я думаю, надо идти в бассейн. После долгой тренировки хорошо бы освежиться. Прыгай, фитнес-тренер. Ладно, давайте умоемся здесь. Все еще влажный. Может быть, есть полотенце у меня? Я вроде брал. Это прям как реально в отеле. Идешь в бассейн и потом такой, а, я забыл полотенце. Кстати, давайте пойдемте вернемся за полотенцем. Полотенце есть. Только вытереться. Мы вытерлись, но все еще мы какие-то мокрые. Одного полотенца недостаточно. Мне надо больше. А, я понял. Мне очень жарко, потому что я в пальто. Надо снять его. О, кажется, стало лучше. Но мы все еще влажные. И надо передохнуть. Все, пора. Пора поспать. Я испытываю сильную боль. Окей, игра, как скажешь. Пойдемте искать какую-нибудь аптеку. Слушайте, какая приятная местность. Мне очень повезло. Здесь никого нету. А значит, я могу спокойно заниматься своими тренировками. Давайте гуськом идем. Гуськом. Тихо, зомби. А, это было громко, да? Тихо, 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 тихо. Нет. Что мне взять? Возьмем синюю ручку. Боже мой, зачем ты так делаешь? Напнуть. Напнуть. Пока не убить, пинать. Что у нее? А, одни драгоценности. Но в этом мире они уже и не нужны особо. Дискомфорт. Что-то не так. Что, ножку подвернул? Что, она закрыта? А, черт. Может быть, капот можно открыть? Окей, смотрим состояние. К сожалению, нет бензина. Стойте, давайте сразу возьмем синюю ручку в руку. И черную в дополнительную руку. Я не хочу, чтобы меня врасплох застали, как в прошлый раз. О, как мне плохо. Во-первых, я очень проголодался. Я хочу пить. И я очень устал. Я не смогу сражаться. Посмотрим на карту. Это что? Кто его знает? Я могу, получается, заметку добавить. Добавить заметку. Хрен знает, что тут. Тихо, мы не можем туда идти. Там слишком много зомби. Давайте просто аккуратненько зайдем. Закрыто. Кто-то меня услышал. Я не хотел, чтобы меня кто-то слышал. Надо быстрее делать ноги. Есть. Заходи внутрь. Закрывай окно. Внутри. Там. Там зомби. Черт. Возьми, да дайте мне поесть кто-нибудь. Я так хорошо выживаю. Не хочу умирать сейчас. Смотрите, дипломат. Это контейнер, это хорошо. Так, здесь у нас есть литература. Ой, как много навыков. Потом их возьмем. Сейчас нам очень важно найти где-нибудь поспать. И где-нибудь поесть. Тут что, нигде нет кухни? Ааа! Какого дьявола? Брять! Толкать! Да куда ты помернулся, придурочный? Тебя кусают, а ты терпишь. Давай, давай. Перетолкай его, он тоже устал. Тут на износ игра идет. Кто кого затолкает? Да затолкай уже его. Все, давай, 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 давай. Ой, силушки больше. Какой живучий зомби. Есть. Что у него в нем? Так, одни навыки. Это же... Я что, в библиотеку зашел? Класс. Силы скоро снижены. Нам бы повязочку где-нибудь. Слушай, может быть, нам, конечно, и жарко. Но я думаю, нам стоит одеть кожаную куртку. Очки сломал мне. Прикиньте? Он мне очки сломал. Я клянусь, я выпью отбеливатель. Я не собираюсь подыхать позорно здесь. Так, что здесь у нас есть? Полное говно. Худшее здание зашел, которое только можно. Здесь нигде нет еды, вы понимаете это? Может быть, на второй этаж пойти? Слушайте, отсюда надо валить срочно. Но это же офисное здание. Вдруг здесь есть какой-нибудь кафетерий. Да, вон, 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 там кулер стоит. Попить! Здесь просто офисный кулер. Тут нет даже еды. Еда в виде таракана. Все съесть. Чуть-чуть успокоил, видимо, свой голод. Надо искать другое место. Спать на земле. Да, хочу спать. Вот, смотрите, как мне хорошо стало. Стало темно еще вдобавок. Это мой шанс незаметно пройти. Хрязо, где я ничего не вижу? Идемте обратно. Нервный срыв. Мы в ужасе. И мне грустно. Но я проголодался слегка. А это значит, что мы можем посидеть. Пока что снимем нашу кожаную куртку. И развлечем себя комиксом. Ох, как смешно. Веселье. Слушай, это очень прочное здание. Сюда никто не может проникнуть. То есть, я могу здесь спасаться от зомби иногда. Тихонечко уходим отсюда. Тихонечко сваливаем. Это же футмарт. Супермаркет. Я должен туда проникнуть очень незаметно. Тихо, тихо, тихо. Вот там идет. Надеюсь, меня не видит. Вот, смотрите. Вход в подсобку. Отлично, 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 отлично. Фитнес-тренер. Давай беги, 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 беги. У, мы тут. Пожалуйста, дай. Ананас. Клубника. Не домашний хлеб. Масло еще сожрать. Больше крошки не влезет. Все, давайте, остальное надо забрать. Так, что у вас здесь еще есть? Сахарная глазурь. Масло. Давайте все взять. Ах, как хорошо мне сразу стало. Какао, порошок, коричневый сахар. Блин, как много всего взять. А вот скалку нужно будет взять в руку. Мне кажется, ей можно драться. О, нет. Так, драться. Бить, бить, бить. Как ты здесь оказался? О, опять неприятно жарко? Да вы что, издеваетесь? Хорошо, снимем рубашку. Что, все еще неприятно жарко? Хорошо, снимем колготки. Я тебя понял. Я сниму абсолютно все. Ты доволен? Да, все стало нормально. Хорошо. Как много, блин, еды. Ааа, свиная отбивная. Слушайте, как нам повезло. Здесь есть все, что нужно в магазине. Давайте откроем дверцу. И пойдем отсюда. Нам нужно вернуться обратно в мотель. Сделай небольшую пробежку до мотеля. Я думаю, надо все надеть на себя побыстрее. Идет. Сфокусируйся, тренер. Толкни и бей. Толкни и бей. Толкни и бей. И сваливай, их здесь много. Черт, я устал, походу. Толкни и бей. Все, запоролся. Надо догонять меня. Догонять. Ааа, нет. Я всего лишь хотел поспать. Нет, все кусают все подряд, кому не лень. Так, 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 так. По одному. Как спартанцы это делали. Нет. 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 Так же все хорошо было. О, теперь он восстал и будет детективом зомби. Он будет расследовать самые загадочные преступления, связанные с убийством зомби. Итак, ребят, кто убил вас? Я-то знаю, кто убил меня. Это дело раскрыто. Ай, не фартануло в который раз. Но ничего, вы заметили, что уже лучше я стал играть. В следующий раз будет еще лучше, если вам понравилось. Если вы хотите увидеть это приключение, это восхождение на зомби-олимп. То ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети и посмотрите вот эти вот видосы. Они вам тоже понравятся. С вами был Юджин. И всем... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!